МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами Борис Тенцов и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! Новая неделя, новые встречи и новые с вами возможности открытия. Вы знаете, порой к нам приходят такие гости на передачу «Контакт по понедельникам», которым хочется опять и опять встретиться и узнать, ну, а что дальше? Как вообще развивается и продолжается жизнь этого человека? И порой таким побудительным мотивом, чтобы с этим человеком опять встретиться, являются ваши письма, ваши телефонные звонки. Ровно год назад у нас в гостях в студии был Владимир Трайнин. Владимир Трайнин тогда произвел довольно хорошее впечатление на вас, на наших телезрителей, тем, что человеку было более 30 лет, он был полон, каждое утро он вставал и не хотел жить. Ему было скучно, тоскливо, и он не знал, куда двигается, и он был болен. Примерно об этом мы рассказывали и рассказали о том, что с ним произошло. Тем телезрителям, которые не видел эту передачу, не волнуйтесь, мы немножко все-таки опять вернемся к жизни, к Володе, и таким образом вы узнаете больше о нем. Ну, в общем-то, и мне тоже интересно. Ровно год назад, прошел это было в августе прошлого года, нет, 8 августа, значит, не хватает одной недели. Вы знаете, очень часто за год, за два, за три человека очень сильно меняется. Мы себя сами меняем, жизнь подвергает нас каким-то изменениям, и все это очень, очень видно со стороны, но мы не всегда этого замечаем в самих себе. Поэтому встречи с человеком через год, а мы с вами будем практиковать такие встречи, передача исполнилась уже 5 лет, уже 6-й год, уже 5,5, и поэтому мы обязательно с вами будем возвращаться к нашим гостям, поскольку люди, как всегда, у нас интересные, люди, которые заслуживают того, чтобы узнать, как сложилась их жизнь дальше. Ну, а мы с вами начинаем новую неделю с того, что мы знакомимся с людьми, которые свою жизнь сделали такой, как они хотят ее видеть, и как это им удается. У вас тоже такая возможность будет сразу после передачи. Владимир Трайнин, человек, который сказал, что он счастливый человек. И так мы и подписали его. У нас в гостях Владимир Трайнин, он же бизнесмен, он же владелец книжного магазина, житель Нью-Йорка, и он же человек счастливый. Добрый день, доброе утро, Владимир. Доброе утро. Я сказал тебе и готов повторить при зрителях, что ты выглядишь моложе, веселее, счастливее, но, как ты любишь говорить, внешне это еще не показатель. Скажи, пожалуйста, год назад мы с тобой виделись. Какое у тебя ощущение? Ты изменился? Мне кажется, что я чувствовал себя лет на 18-х, я чувствую. А, то есть все-таки ты не помолодел? Ну, я и не постарел. Ну, и не постарел, это дело успокаивает. Ты знаешь, я бы хотел, чтобы наши зрители, которые видят тебя, может быть, впервые, а некоторые, может быть, подзабыли, немножко вспомнили историю, которая в свое время поразила меня. Ты человек бизнеса, ты человек, который 15, да, 15, 17 лет, 16 лет в бизнесе. Книжный магазин, большой магазин, который требует полностью, надо как бы быть поглощенным в этом бизнесе, и ты находишь время менять себя. Бизнес меняется сам по себе, впрочем, я не знаю, ты мне сейчас потом нам расскажешь, это как-то влияет на бизнес, то, что ты меняешься. И ты меняешься тоже. Ты был человеком, мягко говоря, не очень здоровым, и человеком полным. Я правильно говорю? Правильно, да. Сколько ты весил? Какой был твой вес? 235 паундов. 235 паундов. Как ты себя чувствовал? Я себя чувствовал очень плохо. Очень плохо – это что значит? Тебе тяжелый вес, тяжелые мысли, тяжелое самочувствие? Очень плохие мысли. У меня было мало того, что была физическая боль постоянно. Да, вот сейчас мы тогда покажем фотографию, и ты можешь на этом фоне говорить, итак, первая фотография, вот ты такой, такой вот, ну, здесь ничего, ты такой щекастый, жизнелюбный. Давайте посмотрим еще одну фотографию. Вот, конечно, 135 паундов. 135 паундов. Когда это было? Это было 9 лет назад. 9? 235, я прошу прощения. 235, да. 235, это сейчас ты. А сейчас сколько? 135. Итак, 235 паундов. Вот, вот теперь посмотрим на твое тело. Очень хорошо видно. Есть лишний вес, да. 235 можно было бы поменьше. Итак, и вот сейчас ты. Но у нас еще одна фотография. Покажите мне, и мы ее, мы ее последующие. Вот сейчас, вот, вот это ты. Ты слева или ты справа? Ты справа. Я справа. Ты справа. Это поразительно. А можно вот эту предыдущую фотографию посмотреть? Вау! И теперь снова ту, которая он бежит. Тоже поразительно, да. Это вот один и тот же человек. Да, это один и тот же. Скажи, пожалуйста, Володя. Ты себя помнишь вот тем? Вот ощущение внутреннее, которое в тебе было. Вот как бы, вот сейчас ты можешь вот так закрыть глаза, закрыть глаза и вспомнить себя вот тем? Ощущение страдания. Страдание от физической боли. Страдание, что весь мир какой-то не такой. Твой мир. Ты не мыслил категориями, что мир, что надо менять Африку, Австралию? Вокруг меня. Вокруг меня люди меня не понимают. Вокруг меня люди... Но это твои проблемы? Нет. Мои ощущения рассказываю просто. Да, да. Вокруг меня люди не очень хорошие. Вокруг меня люди хотят мне сделать очень плохо. Вокруг меня люди меня не любят. Все, мне казалось, в черном свете. Хорошо. 9 лет назад. Да. Все в черном свете, мы все поняли. 9 лет назад. И что? Как происходит это все? Это был понедельник наверняка. Утром ты встаешь и решаешь начинать новую жизнь. В 10.30 утра ты встаешь и начинаешь новую жизнь, да? Как это происходит? Вот кто-то сейчас сидит и думает, все, вот как раз понедельник, можно начинать. Как ты начинал? Значит, мое... У меня было очень много ошибок в моем... Вот мне было очень плохо. Что такое ошибки? У тебя было много каких ошибок? Ошибки бывают ошибки. Боречка, значит, мне было очень плохо. Я очень сильно болел. Я очень сильно страдал. У меня постоянно была тревога, беспокойство. Какие у тебя болезни были? Если не секрет. Главная болезнь у меня была тревога и беспокойство. Потому что физическая боль. У меня были больные почки, у меня были приступы. В тот момент мне было, конечно, очень плохо. Но они проходили. А вот душевная боль, беспокойство, ожидание чего-то плохого. Что побудило тебя вдруг изменить свою жизнь и что-то такое начинать с собой делать? Как это все происходило? Что было побудительным мотивом? Я бы немножко по-другому сейчас начал говорить. Я бы сказал, что вот сейчас чувствую, то время я не очень помню, честно говоря. Я помню, мне было очень плохо. Но ты дневники видел? Ведешь? Дневники у меня дома. Но они есть. Они есть, да. Дневники у меня есть. Но мне кажется, вот мой опыт сейчас, что я встаю в 5 часов утра, я бегаю 16 километров, я постоянно бодр, я весел, я радостен. Молодя, одну секундочку. Это все мы поговорим. Это очень интересно. Но это уже как бы продолжение твоего решения. Мы, как бы наша передача, это начало. Это символ начала, это символ изменения, это символ воплощения как бы задуманного. Поэтому очень интересно знать, что стало побудительным мотивом, как это произошло, в какой день, как. Или это постепенно назревало. В один день ты начал, потом бросил. Неделю начал, потом бросил. Как это происходило? Мне кажется, Боречка, что лучше мне сейчас своим опытом, видением начать за основу взять что? Что у меня было плохо, очень многих плохо. Что думать о том, что у меня было плохо, что как бы когда-то не плохо. Но очень многие начинают, и, к сожалению, у них не получается. Почему у тебя получилось? Как ты думаешь? Я думаю, что воля. Все решает воля. А до этого воли не было? Получается, что мне еще было не так, может быть, плохо. Может быть, наступил какой-то момент такой плохости, что у меня на самом деле, в чем ты прав, у меня были даже мысли о покончении жизни самоубийством. Мне было очень плохо. Я жил постоянной тревоги. Она от меня не расходила. Я всегда ожидал чего-то плохого. То есть, повторяю, что даже мои почечные колики, когда у меня были почечные колики, они была физическая боль, она несравнима была с тем, что у меня была душевная боль. Я не помню свои переживания. Я помню плохо. Вот есть ночь, день. У меня была ночь. Что ты начал делать? С чего ты начал? С чего ты стартовал? Я стартовал с брега, с правильного питания. С правильного питания. Ты можешь в двух словах... Смотри, для некоторых известное имя. Поль, да? Поль Брег. Поль Брег, да. Для некоторых это знакомая фамилия, знакомое имя. Для некоторых это что-то новое. Скажи, пожалуйста, ты мог бы сформулировать в одной, буквально, двух фразах, что такое для тебя брег и в чем суть брега? Потому что все знают, это голодание. Но это не всегда так. Согласен. Значит, мне бы хотелось сначала сказать, что человек здоров физически, когда у него есть энергия, называется жизненная энергия. Жизненная энергия приходит к человеку тремя путями. Первый путь – это еда. Второй путь – это вода. Кстати, мы состоим три четверти из воды. Третий путь – это воздух. Брег – это две составные, три составные. Живя по брегу, можно жить уже отлично. То есть, хорошее правильное питание, правильное что? Правильное питание, правильное питье, тоже правильное. Правильное дыхание. Окей. Давай пройдемся по этим трем. По-тихонечку, постепенно. Правильное питание. То есть, человек должен получать витамины, жиры, углеводы, белки. Это все знают, все понятно. Питание должно быть сбалансированное. Это первое составное. Ты пошел к какому-то врачу, диетологу, или ты взял эту книгу Брега, и она стала для тебя как бы Библией твоей? Библией. Она не как бы, она стала Библией. Она на определенного момента была моей Библией. Значит, правильное питание. Основа правильного питания, вкратце скажу, это как бы не есть что. Это не есть жареного, не есть сладкое, только сухофрукты и мед. Не есть соленое. А ты любил все это раньше? Жареное, соленое? Только это и любил. Хорошо, понятно. А что с воздухом? Что значит, чем мы дышим? Как ты мог изменить? Ты поменял место жительства? Переехал к океану? Большое значение с воздухом дыхание. То есть, недаром, вот ты, наверное, видишь, люди медитируют, например, и они здоровы, подтянуты, занимаются йогой, медитацией или другими физическими упражнениями. То есть, человек, когда он на природе, когда он ходит как минимум и дышит, забывая немножко о своих проблемах, он получает жизненную силу. Не забудь, что жизненная сила приходит тремя путями. С едой, с водой и с дыханием. А вот воду ты, я знаю, ты пьешь только дистиллированной. Это тоже рекомендация Брэга? Только дистиллированная, тоже рекомендация Брэга. Как и еда есть тоже разная. Есть ведь жареная еда. А скажи, пожалуйста, вот Брэг, 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 Брэг. Сейчас много стало людей, которые считают себя гуру во всех этих областях. Как стать счастливым, здоровым. С тобой интересно разговаривать. И я пригласил тебя не случайно еще раз. Поскольку на лицо как бы есть фотография такая, есть фотография такая. Все. Никаких вопросов. Вот, пожалуйста, смотрите, человек. С другой стороны, сейчас очень много людей, которые себя видят гуру. Почему ты выбрал Брэга? Почему ты не выбрал участие в этом популярной на русской улице, там, Малахов, на американской, там, Аткинс и так далее? Мне кажется, я интересен тем, какой путь я прошел. То есть мне кажется, мне сейчас интереснее рассказать, будет людям послушать то, что я вот сейчас, как ты говоришь, на лицо. И кто я был, ты показал. Мне бы хотелось сейчас рассказать о своем пути. Я бы выбрал, я не знаю, что там творится, что люди делают. Я знаю, что жизненная энергия, которую я стал получать, чтобы мог бегать. Я своим опытом, ошибками, сначала то ел, то голодал, много голодал, мало голодал. Я пришел к выводу, что существует жизненная энергия, чтобы я был энергичен. Она дается двумя путями. Первое – это путь физического здоровья. Это даже не основной путь, я бы сказал. Физическое здоровье я еще хотел бы повторить. То есть интересно, я отвечу на любую вопрос. Это все понятно, Володя. Это понятно, что физическое здоровье – это основа жизни. Не основа, я бы сказал. Основа жизни – ментальное здоровье. Это мысли. Они идут. Мысли. И когда человек… Вот есть такое понятие душевное равновесие. То есть когда человек в тревоге, в беспокойстве, он не понимает, вроде бы все нормально, с стороны люди думают о него. У него вроде бы и денег много, и семья вроде бы нормальная. А он неспокоен. И вот мысли – это основа. Хорошо. Но самое важное, вот для меня лично интересно, я думаю, что для наших телезрителей, ты ведь как-то к этому шел, ты пробовал. Вот очень интересно знать, твои пробы, твои попытки. Ты попробовал такие продукты, они тебе не годятся. Ты попробовал такой образ жизни, он тебе не подходит. Ты начал что-то искать. Вот этот поиск – это самое интересное. Как ты это искал? Хорошо. Значит, первый год, 9 лет назад, я весил 235 паундов. Значит, первый год я не ел, я перестал есть жареное, соленое, сладкое, консервированное. И убрал мясо. Второй год, я за первый же год потерял 60 паундов. Второй год, я перестал есть курицу. Я убрал еще 20 паундов. Ты чувствовал, что ты не хочешь ее есть? Или ты сила себя достал? Сила воли. Сила воли, да. То есть, все время присутствует сила воли. Сила, вот в моем понятии человек – это как… Вот тело человеческое наше – это машина. Машина может быть Мерседес, может быть машина Вольво, может быть Волга. Бензин – это воздух, вода и пища. А вот мысли человеческие – это водитель. Вот то есть, может быть престижная машина, но если ты ее заполни, бензином не будешь заполнять, запомнишь водой простой какой-то. Какой бы ни был профессионал в машине, она не поедет. То есть, ты хочешь сказать, что благодаря изменению питания и воздуха или воды у тебя начали меняться мысли? Или это было связано с чем-то другим? Откуда у тебя начала меняться в положительную сторону мысль? Вот ты мог бы сказать? Конечно. Я… Вот это основа моего дневника. У меня мысли начали меняться в сторону очищения. То есть, как мы говорили, душевное равновесие. Когда я вот нахожусь без тревоги. С того момента, когда я перестал есть рыбу. Без тревоги после рыбы? Когда я переставал есть мясо, когда я переставал есть курицу. То есть, ты прямо наблюдал за тобой, поел курицу, есть тревога. Нет, я записывал каждый день. Значит, у меня менялся… Как бы мы все… Давай с тобой по порядку сделаем. Значит, есть вариант вес. Кого-то интересует похудение. Кого-то интересует, как хорошо выглядеть. Но основа всего основ – это внутреннее состояние мысли. Когда мысли без тревоги, когда ты не ожидаешь ни от кого плохого, когда ты не ждешь ничего плохого, когда ты просто живешь не прошлым, не фантазией того, что будет, а живешь настоящим, когда тебе все нравится. Когда люди… Ты настраиваешь на то, что вот сейчас я сижу в студии, и мне нравится сидеть в студии, а потом я буду сидеть, я не знаю, там, за прилавком магазина, и мне не нравится. Ты настраиваешь себя на это? Нет, невозможно настроить. Вот настроить можно говорить, настроить. Вот я могу сейчас сказать, что мне хорошо, могу улыбнуться людям, что мне хорошо, но от этого внутри мне не будет лучше. Настроить внутрь нельзя. Образ жизни, куда входит образ жизни, это как бы, чтобы было понятно, это машина, водитель и бензин. Это не совсем понятно. Ты себя… Секундочку, секундочку. Ты мысли, твои мысли, как ты настраиваешь, откуда у тебя появляется положительная мысль. Ты читаешь какие-то книги, литература. Ты владелец большого книжного магазина. Это для меня очень важный момент. С одной стороны, ты бизнесмен, у тебя огромный магазин. С другой стороны, ты как бы стоишь у воды, из которой написано. Там столько книг, огромное количество. И надо… И у тебя есть огромный большой раздел. Это все, что эзотерика, это все, что в последнее время очень стало модным. Как ты выбираешь? Как ты находишь то, что тебе надо? Или ты сам по себе самодостаточен? Очень много библиотек мировых, где книг миллиарды. Все люди изучают книги. И я расскажу свой секрет. Пожалуйста. Только секреты. Он как раз не секрет, мне очень хочется делиться с людьми. Я встаю в пять часов утра. То есть в моем понимании, что человек должен свою жизнь делить на три части. Первую часть. Я пишу. Да. Я пишу. Первая часть. Люди соблюдают почти все это. Они свою часть посвящают работе. Обязательно. Человек должен работать. Ты о себе говори. Вторую часть. Человек должен посвящать своему здоровью. Физическому здоровью. Тоже знакомо. И мыслям. Душевному. Своей душе. И третье. Он должен отдыхать. Обязательно. Скажи, пожалуйста. Работа понятна. Как ты работаешь? Я знаю. Ты работаешь. Здоровью и мыслям. Как ты посвящаешься здоровью и мыслям? Я встаю в пять часов утра. От пяти до полшестого. Час у меня уходит на собрание. Собрать, помыться, делать свои дела. Ты что-нибудь пьешь, ешь перед? Как только встал. Тогда будем поминутно. Я встал. Я иду пить воду с лимончиком, разбавляю, и ложку меда. Теплая вода. Теплая вода. Вода комнатная, дистиллированная. Так. Я ее выпиваю. Иду бриться. Занимаюсь своими делами. Туалетом. Я выхожу на улицу. У меня это занимает час. И на улице я живу на Брайтоне и бегаю. Значит, я бегаю 16 километров каждый день. Почему 16, а не 16,5 или 13? Значит, я бегаю 16 километров до Сегейта. Я живу... А то есть ты выбрал какой-то удобный отрезок, что ли? Да. Значит, я живу на Брайтоне. На Брайтоне и Кони Айланд. Я иду на океан, на бровку океана и бегаю до Сегейта и обратно два раза. Это 10 майлов, 16 километров. Во время бега... А ты пробовал один раз вначале бегать? Я пробовал сначала бегать полраза. Постепенно все было. Вот. Я бегаю два... Два десять. Мой бег – это медитация. Два часа десять минут. Два часа десять минут. Значит, я медитирую, а думаю только о Боге. Когда бежишь, ты думаешь о Боге? Я нечем вообще... А в самом начале это так было? Нет, это прошло... А в начале ты бегал и думал о бизнесе? Я думал о бизнесе, думал о людях, думал об обидах каких-то, постоянно в каких-то вещах. То есть вспоминал чего-то и сразу... Потому что человек так... А потом ты дал себе указание не думать? Указание человек не может себе дать. Ну как, ты перестал думать или что? Ты уходил как ребенка, надо забавлять, ему говорят, а вот еще одна игрушка. И ты начинаешь думать. Человек учится десять лет в школе. Чтобы думать в десятом классе о чем-то, человек учится постепенно. То есть, видимо, мой образ жизни, образ жизни постепенно. Человек мысли находит постепенно. Человек становится образованным постепенно. Нельзя образованным человеком сказать, как ты думал. То есть он прошел... Человек доктор, он 20 лет учился, чтобы быть доктором. Понятно. Поэтому в один день, видимо, нельзя думать о Боге. Не говорить о Боге, а думать о Боге. Это очень важно. Я бегу, и у меня такая картинка. Бог — фантазия Бога. Наша жизнь. Бог создал так нашу жизнь, что что посеешь в мыслях, то и пожнешь в этой жизни. Посеешь в мыслях сокровенных. Не то, что люди говорят, а сокровенные мысли. Вот я бегу, и я в территории любви. То есть в моем представлении, что Бог, он мысль моего, наша жизнь. Значит, мы все братья. Как вот... То есть ты вот это бежишь и думаешь вот так. Вот мы все братья. Я не думаю, я представляю это даже. Я все представляю. И получается, что когда ребенок подходит к маме, ему плохо, мама погладит его по головке, и ребенку сразу легче. Он знает, что его любят. И как бы ребенок что-то плохое не делал, мама всегда его любит. Любимый также любит свою любимую. Хорошо. А третий пункт у тебя – это отдых. Что такое отдых для тебя? Это сон. Сколько ты спишь часов? Я сплю летом от 4 до 6, зимой от 6 до 8. Уважаемые телезрители, сейчас на экранах телевизора вы увидите номер телефона. Пожалуйста, звоните и тоже задавайте вопросы, поскольку после передачи год тому назад много было писем, много было звонков. И были разговоры о том, что много есть вопросов, которые бы хотела спросить Володю. Пожалуйста, спрашивайте. Наверняка есть у вас что-то такое, чтобы вы хотели знать более подробно. Мои вопросы не могут исчерпать весь ваш интерес. Звоните, участвуйте в передаче и спрашивайте. И, естественно, получайте ответы. Итак, ты спишь. Ты спишь 6-8 часов зимой. Сейчас ты спишь 4-6 часов. Тебе достаточно этого? То есть, я понимаю так. Если ты в 5 часов встаешь, ты в 11 ложишься, да? В 10 в 11 ложишься спать. Хорошо. Вопрос. А как семья живет? Я живу с дочерью. Ты живешь. В квартире есть только дочь. Жены у тебя нету? Нет, жены нет. Не выдержала? Не знаю. Мы здесь, кстати, очень с ней в хороших отношениях. И вот она, партнерша моя в бизнесе, и она на 3-4 дня приезжает, и мы в одной квартире живем втроем. Я дочь, и она жена бывшая. А, вот так, да? У нас нет супер отношений. Вот она приезжает на 3 дня, она живет в квартире, и вы просто друзья. Мы живем в душах. И это тебя не раздражает, ничего не осталось? А было такое, когда вы разводились? Раздражало, злило. То есть, если вы разводились, то наверняка было что-то такое? Меня все злило, начиная с жены, детей и всем миром. Меня злило все. И в какой-то момент... Постепенно. Постепенно. И сейчас ты смотришь на нее, и смотришь на жизнь совершенно доброжелательно. Могу тебе сказать, что, Ир, я тебя люблю. Да, хорошо, мы еще поговорим и о твоих, и о дочери, что для меня очень интересно. Но мы начинаем общаться с нашими телезрителями. Лена, город Нью-Йорк. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо за время. Ну, действительно, это исключительно, совершенно исключительно успех. Успех вы достигли, я бы сказала, больше духовного даже, чем такого технического. Диета, так что я вас поздравляю от многих-многих завистников. Я хотела задать вопрос, который неким продолжением является вопросом, как вот вы действительно достигли вот этого, ну, недуховной свободы, скажем, эквилибрием. Если спуститься немножко для простых смертных, вы начинали это с чисто такой физиологической основы, скажем, дыхания, вот концентрация на вашем дыхании, концентрация на вашем настроении. То есть, как они говорят по-английски, you face your issues on a mental and emotional way. Извините, что не перевела это на пару. Ничего. Я, как и говорил, бегаю два часа в день. Это есть мое дыхание, медитация, это есть как бы, то есть, составные. Еще раз хочу повторить, что у человека должна быть жизненная сила. Вот есть такое понятие личный магнетизм. То есть, когда у человека много жизненной силы, то его хочется слышать, его хочется, с ним лучше хочется разговаривать, даже от него заряжаешься. Да, это верно. Ну, не все могут быть сразу в такой критической форме, и мне кажется, что вот это вот духовное начало, это такое самое крайне необходимое. Я могу вас спросить, сколько вам лет? Сколько вам лет? О, ну, для всего мира, но мне больше сорока. Мне больше сорока. И вы как-то занимаетесь самосовершенством, или вы пытаетесь похудеть, или вы ищете что-то такое? Что? Что происходит у вас? Я вам скажу, что я переросла, а эти глупости просто похудеть, или просто это, или просто то. Действительно, вот такие корневые изменения хотела бы произвести. Ну, например, да, я занимаюсь вейтс, и я, у меня есть такое внутреннее убеждение, что позвоночник и наши колени, это как бы такая некая минимальная основа, чтобы в старости там не ходить на кастелях. Значит, вот вейтс, вот это мне нравится. А вот что касается, например, физической скоростной деятельности, вот она мне не нравится. Понятно. Есть такое понятие гармония. Человеку это должно быть силой воли. И врач учится на врача 20 лет, человек совершает подвиг. Многие из вас совершают подвиг стать врачом. Просто часть времени надо посвящать себе. Это не эгоизм. Человек, это не любовь к себе как любовь, то есть наоборот. Когда ты ешь то, что тебе не хочется, когда ты идешь бегать, когда тебе не хочется, когда холодно на улице, когда ты ложишься спать, чтобы выспаться, когда есть кино, а вот это и есть любовь. Любовь к себе. Это есть любовь. Нет понятия. Любовь к себе это эгоизм. Когда ты хочешь только взять у всех. Нет, это я совершенно с вами... Хорошо. Кстати, вы уже сказали. Скажите, ну а такой компромисс, скажем, ходьба, скажем, быстрая ходьба может заменить бег? Как-то бег не очень прижился. Хорошо. Хорошо. Я ваш вопрос понял. Володя тоже. Но ответ будет после того, как мы посмотрим, уважаемые телезрители, рекламу. Хорошо. Пожалуйста. У вас диабет? Вам просто необходимо ежедневно проверять уровень сахара в крови. Компания Applied Medicals имеет государственную лицензию на поставку всех необходимых вам приборов. Звоните по бесплатному телефону, и мы вам поможем. Документы мы заполним и напомним вам заказать новую партию. Доставка совершенно бесплатна к вашим дверям. Если вы полностью покрываете Medicare и Medicaid, звоните Applied Medicals прямо сейчас. Трудом и знаниями вы долго накапливали имущество. А знаете ли вы, как его сохранить? Известно ли вам, как получить Medicaid и ССА, не теряя свое имущество? Или как оставить наследство, чтобы потом из-за налогов половина его не была потеряна? Или как защитить имущество от будущих кредиторов и даже АРС? Этими и другими знаниями с вами поделится Мельник Ло Групп. Это адвокаты высшей категории, профессора, работавшие федеральными советниками. Это представительство в 50 штатах с главным офисом в Рокфеллер-центре. Мельник Ло Групп. Мы знаем и вам поможем. Илья Левков представляет новинку издательства Ливерти. Штрафники Тритома Григория Свирского. В России страха перед властями отказались печатать штрафники. Кто же такой Григорий Свирский, которого в 2009 году опасно издавать в России? Свирский – это полярник-фронтовик, которого исключали, изгоняли и перекрывали кислород. Но никто и ничто не смогли сломать этого честного идеалиста. Вот почему Свирский сегодня в России считается лишним человеком. Но для западного читателя Свирский – это современный овод. Свирский пишет душевно, занимательно и интересно. Три тома в двух книгах плюс две книги Ливерти в подарок всего за 30 долларов. Заказы по кредитным карточкам – 212-213-21-26. 212-213-21-26. Обогащайте свою жизнь в Америке книгами издательства Ливерти. Ваше русскоязычное американское издательство Ливерти предлагает вам лучшие книги на родном языке. Флавозит – антивирусный препарат из чистых травм. Флавозит помог тысячам людей в борьбе с гепатитами, гриппом, герпесом и инфекциями мочеполовой системы. Флавозит рекомендован взрослым и даже годовалым детям. Флавозит – это чудо европейской натуропатии. И приобрести его можно только в травяной аптеке по адресу 274 Brighton Beach Avenue или на сайте www.flavozit.com. Подробности по телефону 718-648-0002. С вами Борис Стенцер и мы продолжаем нашу передачу «Контакт по понедельникам». У нас в гостях Владимир Трайнин. Человек, который владеет бизнесом и человек, который прошел через трансформацию, самосовершенствование. Еще буквально несколько лет назад, 5, 6, 7, 8 лет назад, этот человек был полным, этот человек был толстым. Он весил 235 паундов, а сегодня, сегодня, Владимир, сколько ты весишь сегодня? 135. 135. 100 паундов за? 9 лет. За 9 лет. Ну, последние годы ты не худеешь. Ты остаешься на своем... Да, я не худею. Значит, мы, только что как бы был вопрос, ты бегаешь 15-16 километров, 16 километров. Скажи, обязательно надо бегать каждое утро? Вот я не хочу бегать, я не люблю бегать. И вот сейчас был такой вопрос, а как насчет ходьбы? Значит, еще раз бы хотел остановиться и сказать всем телезрителям, что есть понятие такое, как цепочка. То есть человек должен быть, обладать жизненной энергией, которая приходит к нему в физическом, для физического плана. Это с едой, с воздухом и с водой. И большое значение это имеет душевное равновесие, мысли. Они приходят из... Какие мысли вы культивируете. То есть... Так что насчет бега и ходьбы, Володя? Сначала можно ходить, потому что не хватает жизненной энергии. Почему человек не может бегать? Почему он не хочет бегать? Ну, я не хочу, ну, не люблю я бегать. Ну, вот бегать, бегать, мне кажется, это бессмысленно. Когда я иду, я думаю, я думаю, я иду быстро. Хорошо очень. Так что, я должен перейти на бег? Не обязательно. Потом постепенно тебе захочется бегать просто. А, вот так. Да, постепенно. То есть, если мне не хочется, не надо себя насиливать. Еще не пришло время. Понятно. Насиловать себя вообще не надо, ни себя, никого. Но ты только что, только что никого не надо, это правильно. Да. А, но ты только что сказал о том, что пересиливать себя надо. Вот по телевизору идет хороший фильм, а ты ложишься спать. Тебе хочется съесть вот это, а ты все-таки отказываешься, значит, пересиливать себя. В том, что надо не есть. А если ты не можешь бегать и не хватает жизненной силы, то бегать не надо, надо ходить. Достаточно ходить, отлично. Надо уметь чувствовать. Ты чувствуешь свой организм, чувствуешь, как бы, что твой организм желает? Вот, например, ты чувствуешь, какую еду он хочет. Вот он сегодня хочет морковку, а завтра хочет капусту. Конечно, да. Прямо чувствуешь ощущение. Конечно, да. Боже, я ем или сырые овощи, или сырые фрукты, орехи, сухофрукты. Вот это мой рацион. А сколько раз в день ты питаешься? Летом я ем в течение дня арбуз, паундов 15. Секундочку, что значит в течение дня? Взял кусок, проходишь, не отрезал. Нет, ну я работаю в магазине, и все покупатели, как ни зайдут, все говорят, все время, Володя, арбуз ешь. Потому что я в течение дня ем арбуз, 15 паундов. Захотел, съел, захотел, съел. То есть я как бы в магазине нахожусь, у меня есть возможность. Рядом набрать ли немного овощных магазинов. И я в течение дня ем арбузы. А вечером, когда я прихожу с работы в 9 часов, я ем или фруктовый салат, или овощной салат. И мое четкое тело знает, что мне хочется. Это все, что ты ездишь? Да, и все это... Понятно, послушаем, что ест Олег из города Нью-Йорка. Здравствуйте, Олег. Олег? Олег, 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 далеко. Нью-Йорк далеко. Не слышно, Олег. Хорошо. Тогда пока наладится связь. Скажи, пожалуйста, то есть два раза в день? То есть даже я не скажу два. Один постоянный, это арбуз, и один в течение дня. 15 паундов, это... И тебе ничего не хочется другого. Ты сыт, ты болен, все нормально. А ведь на Брайтоне, я бываю на Брайтоне, ты проходишь мимо магазинов, ресторан. Какие запахи, какие там пирожки, какие там вздобы. Тебя никогда этот запах не смущает? Мне не хочется, да. Никаких вот смущений не бывает у тебя, да? От этих ароматов, ароматов домашней, хорошей маминой кухни. Понимаешь, Борь, когда я бегаю, мы остановились на том, что я медитирую на Бога. Когда я представляю Бога, представляю наш мир, представляю, что мы все его дети, значит, мы все родственники. Значит, я не только люди, которых я очень люблю, и желаю, чтобы все телезрители, которые сейчас смотрят нашу передачу, я очень желаю вам, всем, чтобы вы были всегда физически здоровы. Хорошо, тогда мы будем слушать Марию из Connected туда. Мария, здравствуйте, вы с нами в студии. Мария. Да. Да, да, здравствуйте, вы меня слышите? Да, я вас слышу. Да, у меня вопрос к Владимиру. Пожалуйста, Борь. Я тоже, как бы, пришла в свою жизнь к Брэгу, который мне очень во многих вопросах моего здоровья помог. Ну, конечно, не в такой степени, как Владимир, потому что у нас очень большая разница в возрасте. И у меня такой вопрос к Владимирю. Владимир, вы, так как я поняла, вы верующий человек, это правильно? Я, да. И вам помогает вера и любовь к Богу. И это все связано, все понятно, без любви в жизни нет ничего. У меня к вам такой прямой вопрос. Как вы, вы такой золотой человек, у вас большой бизнес, и вы очень мало спите. Ну, для вас здоровья вам достаточно. Вот, как вы общаетесь, так сказать, с Богом, как вы зачитаете молитвы по Святому Писанию или... Хорошо, понятно, Мария, большое спасибо. У тебя есть что ответить? Ты специально какие-то книги читаешь божественные, или это просто твое внутреннее создание твоей религии внутренней? Это мое внутреннее ощущение. То есть, ты на это как бы специально времени выделяешь? Подошло время, я выделяю это на это время, во время бега. Во время бега? Мое любимое время. Понятно. Валентина, город Нью-Йорк. Здравствуйте, Валентина, вы с нами в студии. Добрый день. Вы мне извините, я не с самого начала слушаю передачу. У меня вопрос. Какой книгой пользовался, как Библией, например? А, книгой. Какой книгой, просто повтори, пожалуйста, кто у тебя главный кумир в жизни был в семь лет, девять лет назад? Я пользуюсь... Я в данный момент... Начинал Оль Брэгг. В данный момент мир настолько хрупок, настолько он разъединен, что для меня единый бог. У меня нет национальности, хотя я еврей, потому что национальность, она разделяет. Нет, этот вопрос был совершенно другой. Да. Какая книга для тебя стала Библией девять лет назад, когда ты решил менять свои весы? Брэг. Поль Брэг. Поль Брэг. Скажи, пожалуйста, и так мы с тобой с женой мы разобрались. Все нормально, с женой у тебя нормально, хорошие отношения, слава Богу. Но вообще для меня лично показатель человека – это дети. Если у него с детьми нормальные отношения, и с детьми все складывается, дети очень чувствительные. Они как такие, знаешь, очень тонкие нервы, которые взрослый не всегда понимает. Они отражение нас. Это мое мнение, это мое мнение. Как у тебя с детьми? Очень хорошо. Сколько у тебя детей? Двое. Ты задумался? Нет, нет. Я хотел сказать, но понял, что меня могут люди не понять. Итак, двое дочерей у тебя, двое дочерей. У тебя с ними нормальные отношения? Супер. Скажи, пожалуйста, вот эта трансформация, которая произошла с тобой, она произошла и с дочерьми, особенно с младшей, да? С старшей. С Яной, да? Вот я хочу сейчас показать несколько фотографий. Вначале одну фотографию. Пожалуйста, покажите нам Яну. Яну, молодую, красивую девушку. Вот такая была девушка в то время, когда ты тоже был такой, да? Когда ты собирался менять свою жизнь, не хотелось жить, не хотелось, я не знаю, ничем заниматься, и все было скучно. У нее примерно еще одна фотография есть, которая тоже отражает ее самочувствие и настроение. Вот еще одна из этой же серии фотографии. Покажите, пожалуйста. Да, вот сейчас будет эта фотография. То есть это вот такая она была в тот момент, когда ты переживал вот все это, да? Тоже проходил через свою трансформацию. И вот ты прошел, и мы видели. Мы видим тебя сейчас в студии, мы видим, какой ты сейчас. Покажите нам, пожалуйста, Яну сегодня. Сегодня, вот это Яна сегодня. Яна сегодня, да? Скажи, пожалуйста, как с ней это произошло? Почему? Почему, наверное, она бы должна сказать, но я думаю, что огромное значение имел мой пример. Что? Имел мой пример. Твой пример. Еще одну фотографию мы смотрим, и у нас там звонков много-много-много. Вот это есть Яна сегодня, успешно работающая, успешно, она радостный человек, счастливый человек. Она могла бы подписать, как ты, человек счастливый? Ну, вот надо вообще у нее спросить, но со стороны видно, что она счастливая. Счастливая. Тогда мы начинаем разговаривать с телезрителями. С кем мы говорим сейчас? Алло? Алло? Канада, Ирина. Здравствуйте, Ирина. Ирина? Роза, Вашингтон. Столько звонков не успеваем. Роза, Вашингтон. Здравствуйте, Роза. Здравствуйте. Как нам наша столица поживает? Все в порядке, спасибо. Слушаем вас теперь. Алло? Я Роза из Вашингтона. Очень рада видеть вас, Владимир. Спасибо. Вас, Борис. У меня один единственный вопрос. Год назад вы сказали, что вы пишете книгу. Правильно! Умница! Где ее можно найти и как ее приобрести, если она есть? Ну как, попался? Я ни от кого не убегал. В том-то все и дело, что попадаются те люди, которые боятся что-то. Которые в своих мыслях что-то задумали не очень хорошее. Где книга? Я хочу книгу видеть. Не только ты. Да, вот телезрители-то интересуются в поле твоей передачи. Да, значит, я бы хотел сказать свой имейл. МОЗ-ВИДЕОФИЛИМ СОБАЧКА ОПТОНЛАЙН.НЕТ МОЗ-ВИДЕОФИЛИМ СОБАЧКА ОПТОНЛАЙН.НЕТ Все, кто хочет получить мою книгу бесплатно, она... Пусть пошлют мне имейл. И как только... Она выйдет печать. Она выйдет печать. Я сразу же вышлю. Понятно. Рубен, город Нью-Йорк. Здравствуйте, Рубен. С нами в студии. Здравствуйте. Я хочу... Я очень благодарен... Я большое спасибо, что сделал эту передачу. Я хотел узнать, при росте 5-6, какой вес должен быть у человека? Чуть погромче, Рубен, пожалуйста. Я лично нечистил. При росте 5-6, какой рост должен быть... Какой вес должен быть у человека? Какой... Вес должен быть у человека, если... А, при росте 5-6. А ты можешь сказать это на метрической системе? Метр шестьдесят пять. Метр шестьдесят пять. Какой должен быть вес? Ну, я не знаю. Ты готов ответить? Значит, мне кажется, что... Жалко, у вас, конечно, мало времени, что неважно, какой вес. Важно быть состояние внутреннее покоя. Но все-таки вес мы не будем отвечать, да? А каждый человек индивидуален, что нету такого. Ты хочешь сказать, что можно быть полным, но счастливым? Значит, давай более подойдем, что такое счастье. Вот внутренняя равновесие, когда человек в согласии с собой, когда он в согласии с людьми, и люди в согласии с ним, когда он не имеет тревоги, когда он не имеет беспокойства. Вот это и счастье. Человек, который понедельник утром, чувствует, что у него все начинается. Я правильно формулировал? Когда он каждый день, особенно в понедельник, особенно в 10.30. Да. Итак, у нас Сергей, город Нью-Йорк. Здравствуйте. Сергей, вы с нами? Добрый день. Добрый. У меня вопрос к Володе. Да, да. Скажите, пожалуйста, как вам удалось обрести контроль над мыслями, и откуда убеждение, что именно эти мысли являются положительными, правильными? Это чувство или убеждение, или матов гора прочитанной литературы прежней? Спасибо, очень хороший вопрос. Самая правильная мысль – это любовь. Вот существует семья, существует мама, папа, существует ребенок. Почему мы в детстве были счастливы? Почему у нас не было беспокойства? Мы знали, что у нас есть мама, что мы знали, что у нас есть папа. Мы знали, что они нас любят. Ну и какая это связь с мыслью? Сейчас я объясню. И сейчас люди любят всех, кроме своих близких. Любят в чужих странах, следят, сочувствуют им. Это очень хорошо, что они сочувствуют. Но надо начинать с близких, с родителей, с жены, с мужа, с детей. Молодец. Как это связано, Володя, с мыслью, который задал вопрос? Значит, надо начать с себя. Когда ты начинаешь, как я говорил, силой воли, не есть то, не смотреть телевизор, пойти на улицу сначала, пройти. И тебя появится в хорошей мысли? И у тебя начинает формироваться, ну это мой опыт, может какие-то пути другие есть, я могу говорить только про себя. То есть я, как было у меня, но все люди индивидуальные, я могу говорить только про себя. Значит, так было у меня, у меня постепенно. Я любил кого угодно, кроме себя, как я думал, я себя люблю, на самом деле я себя не любил, кроме жены. Мало внимания уделял детям, родителям. А надо начинать с себя, потом идти по кругу, любить близких. Если не любишь близких, кто с тобой живет, ты не можешь никого любить. И постепенно, как камень бросается в волны, и когда ты любишь себя, когда ты любишь близких... Хорошо, давай послушаем Канаду, потом мы вернемся, потому что это немножко, мне кажется, сложновато. Ирина Канада, здравствуйте, Ирина. Доброе утро. Здравствуйте. Какой у вас, господи, очень приятный гость. У меня пару вопросов. Значит, первый вопрос. Как вы относитесь к кислой капусте? Первый вопрос. Если ко мне, то я положительный, а он не знает. Первый, потому что соленое не надо кушать. Относится ли к этому кислая капуста? Первый вопрос. Второй вопрос. Я тоже не ем ни мяса, ни курицу, но рыбу употребляю. Почему такое решение, не есть рыбу, это второй вопрос. А третий, если существует действительно реально неприятность в виде нехороших соседей, которые постоянно называют инспектором. Все, спасибо, хорошего. Сколько вам лет? Ира, сколько вам лет? Мне, а он даже стыдно сказать, 69. Да, алло. У вас голос прекрасный, молодой такой голос, что я подумал, что вы еще только в начале жизни, когда решаете вопрос, кушать капусту или не кушать. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Отличные вопросы. Значит, про кислую капусту, что Брек называет ее пищей номер один. Я хочу только одно сказать. У нас очень много звонков. Поэтому ответы должны быть телеграфные. Помнишь телеграф, да? Значит, кислую капусту я периодически ем вместе с арбузом. Я про нее, кстати, забыл. Значит, как я ее делаю? Я ее делаю, не солю, делаю капусту, шинкую. Летом она 2-3 дня стоит. Без соли. Без соли, без всего. Капуста шинкую и морковку. И морковку. И каждый, и стараюсь, не то что стараюсь, когда хочется. Я ем ее, кроме арбуза, сколько угодно его можно есть. А 2-3 дня она должна отстояться? Отстояться, да, просто отстояться. А потом где она стоит в холодильнике? Все понятно. Рыба. Почему рыбу ты все-таки считаешь плохо? Я не против. Я не считаю плохо. Я считаю, рыба, она в территории любви Бога. Она, поэтому у нее есть душа. И я не вижу ничего плохого, что люди едят. Она полезна, наверное. Не знаю. То есть, все живое ты считаешь, не надо уничтожать. Правильно? Конечно, да. То есть, это ответ. Рыба тоже живое. Это тоже живое. И что было третье у нас? Я уже забыл. Я забыл. Значит, мы сейчас вспомним. Татьяна Нью-Йорк, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я профессионал, медик. Глядя на Владимира, я вижу, и судя по его дочери, что ему где-то в районе 48-47, видимо, лет. Одну секундочку. Одну секундочку. Сколько тебе лет? 51. 51. Так, 51. Ну, мы почти ровесники с вами. Значит, вы говорите, что вы не едите практически животного белка. Орехи. Вы бегаете, вы 16 лет... Орехи, он ест орехи. Орехи он ест в очень большом количестве. В большом количестве орехи. Ну, в принципе, это недостаточно для здоровья организма. Но я вижу ваше лицо, и мне кажется, что вы делаете или ботокс, или какие-то другие инъекции. Потому что ваше лицо при всем вашим нагрузках, и то, что вы бываете на солнце много, должно иметь больше морщин. Володя, одну секундочку. Посмотри, пожалуйста, в эту камеру и покажите его крупно, пожалуйста. Я увидела крупно и вижу, что морщин очень мало. А ботокс, ты употребляешь ботокс? А солнце на солнце, а солнце повреждает кожу. Вот я... И третье, вы говорите о любви, но вы женаты или нет, или у вас имеются другие, так сказать, предпочтения. Цель. Понятно. Хороший вопрос. Спасибо, спасибо. Да, отвечай. Это очень важный вопрос. Очень вообще, он судьбоносный. Значит, существует не на словах, а на деле Бог. Секундочку. Это очень важно. Вот это самое важное. У нас время и люди. Так это самое важное. Давай, говори, пожалуйста. И Бог, это его фантазия, мы. Это божественный замысел. Секундочку. Первое. Ботокс ты употребляешь или нет? Нет. Я не употребляю ничего. Почему у тебя лицо без морщин, если ты столько бегаешь на солнце? Божественное. Бог, фантазия его, чтобы все люди верили в него. А неважно, мы верим в него или нет. Он есть. И это дает тебе внешний вид твой, да? Вера в Бога – это главное, что есть в жизни. У тебя конкретный, Володя, вопрос. Какой? Твой внешний вид. Божественный. Бог мне дал такой вид. Бог тебе дал такой вид. Ты не делаешь ни ботокса, ничего не делаешь. Ничего не делаешь. Понятно. И... Что-то еще было. Связано с сексом. Да, да, да. Вот, кстати, любовь. Ты говоришь, проповедуешь любовь, любовь. Очень хороший вопрос. А жены нету. Божественная любовь. Я дал себе обет. Я свою сексуальную энергию аккумулирую в божественную энергию. Два часа, которые я бегаю, есть такое в йоге понятие кундалини. Вот эта божественная любовь, моя энергия, мое семя, оно идет через позвоночник. И во время медитации двухчасовой она выходит. Поэтому у меня нету различий между мужчинами и женщинами. То есть, скажем так, не различий, а просто у тебя нет потребности в сексуальной близости. Я правильно сказал? Нет у меня потребности. Правильно. Потому что фраза «нет различия между мужчиной и женщиной» – это немножко другая фраза. Ну, наверное, да. Понятно. В чем-то понимание другая, наверное, да. Да, да, это Нью-Йорк, Нью-Йорк Эдуард. Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Я хочу, во-первых, сказать огромное спасибо Владимиру. Он мне очень помог. Он втелил в меня энергию жизни. Он дал возможность мне чувствовать, что впереди еще большая жизнь. А вы где его, а где вы с ним познакомились? Владимира я знаю давно. Я читаю его статьи. Я слежу за тем, что он делает в этой жизни. Я должен вам сказать, друзья, что этот человек потлан нам свыше. Вы еще многие не осознали, что он может делать для нас. И если вы будете читать его статьи, будете следить за тем, что он выпускает, я имею в виду, книгу, поверьте мне, и вы приблизитесь к высшему наслаждению жизни. Хорошо, спасибо. У вас есть вопрос? У меня есть вопрос к Владимиру. Владимир, пожалуйста, у нас время, время, время. Вы к нам посланы для того, чтобы как можно больше людей осознали то, что вы делаете в этой жизни. Вопрос. Давайте как можно быстрее сделать книгу. Понятно, спасибо, спасибо. Это вопрос и это пожелание, да? Или ты считаешь, что это вопрос? Это крик души. Это крик души. Анна, Лос-Анджелес, наконец-то, наконец-то проснулся у нас в Дальний Восток. Здравствуйте, Лос-Анджелес. Анна. Добрый день, здравствуйте. Здрасте. Вы вообще большие молодцы, и вы, действительно, у вас замечательные, замечательные люди бывают. Спасибо, стараюсь. Одну такую вещь, хочу сказать одну такую вещь. Да. Владимир постоянно пытается всем нам рассказать, что есть какие-то высшие силы, к которым мы должны прийти, с которых мы должны начать. Спасибо вам большое за это. Если каждый из нас слушающий это поймет, мы приблизимся к тому, кем и чем мы хотим быть. Я желаю вам всего-всего доброго. И у меня нет к вам вопросов, я понимаю, что вы делаете. Я желаю вам всего хорошего. Хорошо, спасибо. Спасибо, Анна. Тогда у меня к тебе вопрос. Да. Как всегда, когда дело подходит к концу передачи, у людей творческих спрашивают вопрос, ну, над чем вы сейчас работаете, над чем ты сейчас работаешь. Вот ты уже все, ты уже выглядишь как будто с ботексом, выглядишь как будто тебе, я не знаю, молодой такой. Какое твое будущее? Куда ты стремишься? Мне сказал Боречка, над чем я работаю. Мне бы очень хотелось, и я уверен, что я это сделаю. Вот все люди, которые сейчас смотрят меня, поверьте в себя. Поверьте, что вы сможете не страдать не физически. Вы сможете обрести душевное равновесие. Я вам это очень желаю. Я мысленно вам всем посылаю. Я очень желаю, чтобы вы были светлые мысли, чтобы вы были радостны, чтобы друг другу вы доставляли радость. И от каждого из вас зависит. Вы должны рассчитывать только на себя. Вы не должны ничего ни от кого просить. Вы должны давать. И посеяв это в себе, вы пожнете здоровую, радостную жизнь. Скажи, пожалуйста, ты сегодня просыпаешься утром. Да. Сегодня понятно, хороший день. А вообще ты просыпаешься. У тебя никогда не бывает теперь, ой, вставать, у тебя как бы настроение такое, ну чухар. У тебя никогда не бывает плохих утр? Я не припомню давно. У меня, когда утром встаю, я с удовольствием, с оптимизмом смотрю. Я не ожидаю ничего плохого просто от жизни. Хорошо. Тогда я желаю тебе и дальше каждое утро вставать с таким же настроением и жить долгую-долгую жизнь. Спасибо. И чтобы лет в 120 тебе спросили, а ботексом вы пользуетесь? Причем спросили не кто-то, а вот здесь, с тобой в этой передаче. И те же зрители. Я вам желаю здоровья и счастья. Хорошо. Уважаемые телезрители, я хочу вам сказать, чтобы продолжение этой передачи будет через неделю. У нас в гостях мы здесь с вами отметим и поздравим человека, которому 90 лет. Вот значит, я просто специально так выстроил встречи эти. Вот сегодня у нас 50-летний молодой человек. А что с ним может стать, если продолжать такую жизнь? С ним может стать. К нам придет 90-летний, и вы увидите, что из 90 лет он прекрасно выглядит, прекрасно мыслит, и еще масса у него планов. Я могу сказать только одно. Когда он пожал мне руки, у меня было ощущение, что его пожимает мне мастер спорта 20-летний. Так что приходите на передачу, включайте телевизор в следующий понедельник. А сегодня я просто вам благодарен за то, что вы провели ее вместе с нами, с передачей «Контакт по понедельникам», которую для вас вел Борис Стенсор. А в гостях был Владимир Тройнин. Всего хорошего и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» 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 Подожди, ты что, уже разводиться собралась? Да не сейчас. Ну, мало ли в жизни какие обстоятельства будут. Какие обстоятельства, Юль? Ну, скажи, мы с тобой поживем, и нам надоест. Жить надоест? Ну, вот скажем, ты себе найдешь какую-нибудь помоложе? Да куда моложе-то, Юль? Да не сейчас, а когда ты уже будешь не молод. Ну, если тебе когда-нибудь надоест со мной жить, тогда поделим все поровну, и я больше не желаю тебя видеть. Значит, тебе половину и мне половину. Отлично! А если ты меня разлюбишь когда-нибудь? Я буду вынужден идти в поисках настоящей любви. Тогда я получу все. А я? А тебе пусть кормят твоя настоящая любовь. Какой ты заботливый муж и отец. Да. Что? Что? А то, что ты в любой момент готов меня бросить с детьми на руках. С какими еще детьми? И с малыми. Откуда я знаю, что это вот мои дети, а? Отчли они! Откуда я знаю, куда тебя в поисках настоящей любви заносило? Знаешь что, Рома, по себе людей не судят. Это я по себе сужу? Это я приживу мужа детей со стороны в дом принес, а? Ну, знаешь, забирай половину только ради детей. Значит, я сама по себе уже не ценна. Ну, почему же? А что делать, если ты вот растолстеешь, вот станешь некрасивой и вредной? Я растолстею? Если я растолстею, можешь меня убить. И забирай себе все. Если я тебя убью, то меня посадят. Если тебя посадят, вот и прекрасно. Значит, я получу все. Нет, вот, все получу я. А я? А я тебя уже убил. Как? Жестоко. Важливість вашего визиту на ключовий момент. И за вас написала. А вона спілкується зі своими рідними по-батькові? Нет. Тому, понимая и осознаваясь на себе, на собственной души, важкость такой ситуации, хотя бы у вас вона не была такой. Да. Вы целиком осознанно приехали для того, чтобы повернуть своих близких и родных. Я думаю, что вы, оскільки вы делаете первый шаг, вам воздастся за это. Цекаво, кого мы побачим сегодня в студии. Вы сподіваете себя дочекаться кого? Ну, может, прийдет тетка. Тетка, так? Так. Из Литвы. Может. Ну, я хочу, чтобы приехала и тетка, и дядька. Або тетка, або дядька. Да. Погляньмо, кому передали запрошение на программу. Я работаю в Красноперековском райограхиме, слесаремотористом. Ремонтирую автотракторные для тела и другую сельхозтехнику. Зовут меня Дундук Сергей Дмитриевич. Я проживаю в селе Солхозное, Красноперековское районо Крымской области. А чья у вас семья? С кем вы проживаете? У меня есть семья. Я в данный момент проживаю с женой. А діти? Есть сын Александр. В данное время он проживает в Бургороде со своей семьей. Есть, мабуть, внуки уже? Есть внучка Катя. А браты, сестры рідні? Есть сестра. Был брат, но он у нас. А як звати Рідна? Брата звали Вадим, а сестру Людмила. А сестру вы поддерживаете? В данный момент мы сейчас не поддерживаем отношения. Потому что я потерял адрес, она уехала в Эстонию еще до времен перестройки. За перестройку с разделом Советского Союза мы потеряли друг друга. И больше новостей я о ней не слышал. А что памятаете про нею? Памятаю, как она была лет 20-25 лет назад. Якою была? Молодой. Помолодой. А как вы думаете, кто может вас ждать в Киеве? Ну, кроме нее больше никто не может быть. Так, с друзьями, с родственниками, с такими я поддерживаю отношения, перезвониваясь, пишем, пишем. То есть это единственное предупреждение, да? Это единственное предупреждение. Это единственное предупреждение. Мы ждем у вас в Киеве. Приедете? Приеду, конечно. Надю, вы понимаете, что для дядька близко его сестра, поэтому он ее ждет. И сподевается, что Люда призначает ему встречу. Так, где же на самом деле может жить тетка? В Эстонии или в Литве? Или для дядьки это все равно? При Балтике? Не знаю. Значит, дядька не знает, что на него ждет племенница Надя, 18 лет, и племенник Вадим, он молодший, так? Так. Сколько лет вам? 13. А вы выглядите старшим. Дядька, может, и не знает о вашем существовании. Может быть так? Может быть. Сергей Дмитриевич, здравствуйте. Добрый вечер. Сестру ждали? Вообще-то да. Не ма сестры в студии. Я понял. Кто это перед вами? Племенники. А вы знали про его существование? Ну, в данный момент нет. Я старшую племенницу лизу, помню, что маленькая она была. Да нет, потому что в данный момент как раз вы уже знаете про его существование. Сейчас да знаю. И племенника, и еще одния племенница. То сколько их у вас по брату Вадимови? Троя. А на самом деле? Нет. На самом деле, у нас пятеро. А вообще-то трое. Так. Редных трое? Нет. Редных двое выходит. Кто это? Надя? Надя и Вадим. И Оля еще. Редных двое выяснили? Да. Вы никогда не видели племенников? Как же так, что вы не спалкивались? Надя и не Вадима я не видел. А почему они были на похороне матери Антонина Мефодия? Я тогда был как раз на операции в Симферополе. А знали про то, что матери нет? Ну, уже узнал по позже, потому что телеграма пришла на неделю позже. Від кого? Від кого про телеграму знали? Я был в Симферополе. А кто надсилал телеграму? Не пригадуете? Тестное говоря, не пригаду. А почему вы ничего не ответили, что уже с вами известно? Дети не знали.